всем привет вы на канале твой господин сегодня немножко нестандартное видео про системный блог с прекрасным названием acer n 5620 время пришло прошло пару лет гарантия закончилась и я решил все таки добавить сюда побольше оперативной памяти азушки и так далее покупал я этот блок достаточно давно в те времена когда вот это вот малых стоило по 150 тысяч это rtx 360 ти вот весь этот блок не обошелся за 120 может быть даже чуть меньше вместе с ней шоу вот этот прекрасный монитор 27 дюймов 144 герца просто потрясающе ну и сейчас когда узушка так сказать подешевела я решил ее все-таки взять здесь получилась такая история что я заказал узушку и должны были привести gsil там 3600 мегагерц лютые тайминги по 1415 xmp профиль вот что касается данной модели хочу сказать следующее здесь все прекрасно настолько прекрасно что даже невероятно вот эти вот две планки да я хотел заказать но последний момент меня остановила следующая я все таки посмотрел поддерживает ли грубо говоря системный блок данную оперативу и я понял что он не поддерживает я просто зашел в кпу z посмотрел название и модель самой азушки и просто докупил скажем еще одну кстати она сейчас которая здесь стоит стоит 180 рублей может быть даже и дешевле можно найти вот а то бы просто не подошла вот и сейчас сразу же хочу сказать о следующем выводе потому что накладывался я много здесь мы видим 4 разъема и двухканальный режим кстати говоря когда я ставил вот эту вот оперативочку вот эту вот вторую на самом деле это не вторая а этапе этапе вот это вот это первое а это вторая ну что по-другому она почему-то заводиться не хотелось оперативка абсолютно такая же как и было здесь в стоке не знаю как они это придумали если честно просто не представляю и что хочу сказать конечно же можно было заморочиться и подобрать какую-то более подходящую оперативу но здесь мы видим что сладко 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 фото уже стал за запутываться язык заплетает заплетается заплетать языка вот и так ребята здесь у нас стоит ребята и девушки здесь у нас стоит прекрасная материнская плата она не попадает не под какие форматы не стандарт а тэкс не мини тэкс не микро и тэкс это просто какой-то самодел абсолютного абсолютного плана причем это оперативка на этой платье завелась не сразу я пробовал ее ставить в канальном режиме ну вот эти вот вот в эти вот слоты сами знаете что она проставляется к если посмотреть есть две плашки между ними небольшое расстояние и как правило это у нас четвертый слот это второй они вместе в двухканальном режиме это первое это третье они тоже двухканальные ближе сюда к кулеру ближе к камню здесь они вообще не рабочие я не знаю в чем проблема просто он начинает пищать с как будто бы со слотами что-то не то проблема здесь в том что нужно снимать видюху а видюху надо снимать если ты хочешь поставить оперативу иначе вот эти вот кареточки они просто тупо не открываются итак следующие выводы по азушке для эсер нитро n500 n50-620 обязательно при при установке какой-либо азушки на свою мамку проверяйте подходит ли она или не подходит здесь очень важно обращать внимание на крутость азушки она крутость определяется тем что у нее есть чистота чистота должна быть как можно выше а тайминги как правило они в характеристиках чуть ниже должны быть как можно ниже плюс как правило там есть разные профили и надо обязательно обращать внимание поддерживает ли ваш биос поддерживает ли ваша оперативка поддерживает ли ваша мамка процессор и сокет именно данные профиля оперативка может быть очень крутой ваш сокет процессор может поддерживать данную частоту но он не поддерживает скажем xmp профиль и тогда вы не сможете насладиться всем ее потенциалом потому что как правило я по отзывам по комментариям сам с этим еще не сталкивался но так получается что она не выходит на те тайминги которые заявлены производителем она будет сильно проигрывать тем которые тем оперативам которые без xmp профиля нормально заводится итак первое смотрим поддерживает ли сокет поддерживает ли мамка вашу азуху и всякие дополнительные настройки xmp профиль там и прочее 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 плюс прежде чем установить в какой-либо дополнительный сокет возьмите одну планку и вставьте ее в дополнительные сокеты если у вас их четыре обязательно перед покупкой проверьте работают ли они позволит вам сэкономить деньги и возможно докупить новую мамку и туда уже поставить то что вам нужно ту или иную озушку что еще могу рассказать про этот системник да пока что ничего на самом деле единственная мамка здесь не стандартная здесь где-то 170 здесь если посмотреть по длине да то это где-то 330 сантиметров вот тут вот вот тут у нас 330 сантиметров а здесь 170 так что я и если вы будете брать какой-то другой блок то учтите эти параметры если вы хотите здесь поменять мамку то вам нужно искать наверно микро мини мини атx мамку чтобы она работала что я собственно и сейчас возможно делаю вот смотрю есть ли что-то достойное так что вот такие вот у меня представления об этой сборке вот ставьте комментарии если остались еще вопросы по азушке или какому-либо апгрейду всех обнял до скорой встречи вот